Вот такой вот торт получился к дню рождения моего мужа. Клубничный рай. Всех приветствую на своем канале гостей моего канала и подписчиков. Сегодня я буду готовить торт для моего любимого мужа. Завтра у него день рождения. Вот такой вот торт. Шедевр у меня получился. Клубничный рай. Вот такая прелесть. Начинаем готовить. Для приготовления бисквита мне понадобится 5 яиц я взяла. Я их выливаю в дежу. Сегодня я буду здесь взбивать в стационарном миксере. Не буду в этом так. И сейчас я взяла 150 грамм сахара, 150 грамм муки просеянной. И пакетик ванильного сахара высыпаю сюда. Сейчас я включу на минутку сначала яйца немножко взобьются. И потом добавлю сахар. И буду взбивать минут 5. Перемешали, скажем так, перемешали с яйца. Я весь сахар сразу засыпаю. И буду взбивать до тех пор, пока масса не увеличится и не будет слышно сахара. Я попробую на пальчик. Вот таким вот образом я включаю и буду взбивать. Взбивала я 5 минут. Сейчас посмотрим. Прекрасная масса получилась. Вот теперь я сейчас буду добавлять сюда. Вот как увеличилась масса наша яичная, сахарная. И теперь я вот так вот на 2 раза я разделю. И буду аккуратно снизу вверх проворачивать. Вот так вот. Чтоб тесто не осело. И вот так вот проворачиваем. Добавляю еще муку в остаток. Вот так вот. И проворачиваем. Вот так. Смотрите, какая масса воздушная. Долго это делать нельзя, чтоб масса не опала. Но в то же время нужно, чтобы мука вся размешалась. Вот видите. Таким вот образом. Вот. И духовка у меня уже нагрета на 180 градусов. Выпекаться бисквит будет 30-35 минут. Нужно проверять на деревянную шпажку. Вот так вот. Вот все. Сейчас я буду перекладывать это в форму. Форму я услала пергаментом. Форма у меня диаметр 26 сантиметров. Вот так вот. Я высыпаю эту массу в форму. И отправлю выпекаться. Вот так. Смотрите, какая воздушная масса. Прелесть просто. Так вот. Все. Достаточно. Все. Теперь я отправляю это в духовку. Вот такой бисквит у меня получился. Выпекался он у меня 40 минут. Вот такой прекрасный бисквит получился. Сейчас он остынет. И когда он остынет, я его заверну в пленку и отправлю в холодильник. Он понадобится мне завтра, когда я буду формировать торт. А сейчас буду делать второй корж. Это корж, который идет на киевский торт. Но так захотел муж, чтобы были бисквитные коржи и корж с киевского торта. Это белково-ореховый корж безе, который будет сушиться сейчас. Я его буду готовить. Для приготовления белково-орехового коржа безейного мне понадобится 4 белка, полстакана сахара. Белок и сахар я сейчас буду на водяной бане делать. Я покажу. 150 грамм молотого грецкого ореха и 2 столовые ложки муки. Пергамент, на котором я нарисовала на обратной стороне, круг диаметром моей формы 26 сантиметров. Я буду ложить на противень и на него выкладывать безе. Закипела вода для водяной бани. Налила воды столько, чтобы, когда я опускаю в миску, миска не дотрагивалась до воды. Сейчас я вот так вот вливаю белки, 4 белка. И высыпаю полстакана сахара. Даже на 4 белка я, наверное... Вы знаете, возьмите стакан сахара 200 граммовый. Вот это будет точно. Вот так вот. И сюда же пакет ванильного сахара. Сюда же пакет ванильного сахара. Всё. И сейчас ставлю эту миску на водяную баню. Буду венчиком перемешивать. Вот так вот я сначала перемешаю. Вот немножко, видите? Вот так вот. И ставлю на баню. Ставлю. Чуть сделаю потише огонь. И вот так вот буду мешать. Непрерывно помешивать, пока сахар не растворится. Он обычно растворяется, когда масса достигает, то есть белки достигают температуры 60 где-то градусов. У меня просто нет градусника, но я знаю уже. Просто я много лет это делаю, поэтому я уже знаю. Интуитивно вы можете, вы будете пробовать аккуратненько на пальчик. Вот так вот вот. И пальчиком. Если нет крупинок сахара, значит абсолютно всё у вас готово. Можно взбивать. Я перелью в миксер и буду взбивать в нём. А сейчас вот так вот я непрерывно буду помешивать, пока не растворится сахар. Этот процесс у меня занял буквально 2 минуты. Масса нагрелась. Я попробовала на пальчик. Сахар полностью растворился. Масса гладкая, белковая. И теперь сейчас я буду снимать с бани аккуратно. И выливать в миксер для того, чтобы взбивать. Так вот, массу я перелила в дежу. Сейчас я включаю сначала на малые обороты. И перемешиваю дроблённый орех. Вот эту муку. И муку. Я должна между собой это перемешать. И массу я буду взбивать до тех пор, пока она не остынет и будет плотная. Я вам покажу. Вот так вот я перемешала. Видите? Между собой. И всё. Это уже готово у меня. И сейчас, когда взобьётся, я сейчас увеличу скорость. И потом покажу. Белки взбивались у меня 3 минуты. И когда я обычным миксером взбивала всегда раньше, это занимало минут 10. Обычным миксером. Поэтому вы смотрите, главное, чтобы они достигли вот такого вот состояния. Видите? Прекрасно держат форму. Поэтому вот это белки, значит, готовы. И сейчас я буду добавлять сюда вот эту ореховую муку с обычной мукой. Вот так. Видите? Видите, какая масса прекрасная. Очень хорошо взбилась. Вот. Видите? Отлично просто. Теперь в этот белок взбитый. Видите, какая белковая масса. Я добавляю ореховую муку с обычной мукой. Вот так. И буду перемешивать. Перемешаю. И буду делать корж. Выкладывать сейчас я вам покажу. Ну, вот так нужно перемешать все. Вот так. Тоже не очень долго это делать. Постараться вот так быстренько. Вот. Видите? Какая масса чудесная получилась. Духовку я нагрела. То есть я ее оставила. Так как я сейчас бисквит делала. Я делаю вот вечером. Это потому что это должно ночь постоять. Коржи должны ночь постоять. Идти в сухом месте. Вот этот белковый. А бисквит в холодильнике. Все. Я перемешала. Очень хороший запах. Ореховый. Прекрасный. Вот такие коржи делаются на киевский торт. У меня очень любят киевский торт. Я готовила не раз уже. Вот. Все. Масса готова. Теперь я буду сейчас ее выкладывать. Теперь вот я чуть-чуть зафиксировала с той стороны кремом. Чтоб не двигался пергамент. На пергаменте, видите, с той стороны я нарисовала круг. И сейчас я буду эту массу вот так вот выкладывать именно на этот круг. Чтоб у меня получился корж. Он будет подсыхать в духовке. Вот таким вот образом я выкладываю и разравниваю. Вот так вот я разравняла. Видите? Сформировала такой корж. И отправляю в духовку 150 где-то градусов. Чтоб он подрумянился, был такой, подсушился и подрумянился слегка. Я покажу вам потом. Очень вкусная масса такая. Вот так вот. И все. И отправляю. Ну, не знаю, сколько времени это займет, я вам потом скажу. Ну, думаю, где-то 40 минут это точно. Посмотрим. Я потом обязательно вам скажу. Причем, смотрите, выравнивать прям очень гладко. Не старайтесь, потому что все перекроют кремом. Это будет между бисквитными коржами у меня. И неровности перекроются кремом. Вы не переживайте. Для приготовления крема пломбир мне понадобится одно яйцо. Я взяла кастрюлю, потому что вообще этот крем готовится на водяной бане. Но я буду кастрюлю ставить прямо на плиту и буду непрерывно помешивать. Поэтому я сразу в кастрюльку вот так вот одно яйцо отправляю. 120 грамм сахара взвесила я. Сюда же пакетик ванильного сахара. Мне понадобится сметана 450 грамм 20% и потом в дальнейшем 200 грамм сливочного масла 82%. Перемешиваем вот так вот яйцо с сахаром. Немножко, абсолютно чуть-чуть. Не надо взбивать. Просто перемешиваем. Перемешиваем. Добавляем сюда сметану. Это очень вкусный крем. Он как мороженое получается. Это один из кремов. Второй крем я вам уже говорила. Это будет сгученая варенка. Ой, вареная сгученка. И с маслом сливочным. Вчера я выпекала коржи. И так как я вам говорила, все я делаю по-честному. Сегодня я делаю крем. Потому что коржи выезжались ночь. Сегодня я делаю крем. И буду сегодня собирать торт. Поэтому я вам это все покажу. Сейчас я немножко перемешаю сметану с сахаром и с яйцом. И добавлю полторы столовые ложки муки. Вот так вот я перемешала. Чтобы не было комочков. Просто немножко интенсивненько перемешала. Чтобы комочка не была от муки. Все. Масса получилась гладенькая. И сейчас я ее ставлю на огонь. Не очень сильно. Я поставила кастрюльку с массой. И буду непрерывно помешивать. Потому что крем ни в коем случае не должен пригореть. И он должен сначала становиться жидким. А потом начнет загустевать. И как только он начнет загустевать. Будет густеньким. Мы сразу убираем его с огня. И вот так вот понемножку. Непрерывно я буду. Ну можно там секунды подождать. Но я всегда непрерывно. Я не хочу рисковать. Вы если не уверены. Что вы вот так вот можете. Чтобы он не пригорел. Делайте это на водяной бане. Это в кастрюльку набираете воды. Миску с этой массой ставите сверху. И перемешивайте. Вы точно знаете. Что крем ваш не пригорит. И потом когда он загустеет. Я вам покажу. Его нужно отставить. Пленкой в контакт накрыть. И до остывания полного. И потом буду взбивать сливочное масло. И туда добавлять эту массу. Вот смотрите какая масса получилась. Буквально 4 минуты у меня на это ушло. Видите вот. Густенькая. Она загустела прекрасно. Все. Теперь я пленочкой в контакт накрываю. И до остывания. Сметанная масса наша остыла. Крем так называемый. Сейчас я буду взбивать масло сливочное. Минут 5 до воздушности. И потом буду добавлять. Вот так вот по ложке. Эту массу. И взбивать. И вот хотела вам показать корж. Который я вчера выпекала. Это безореховая. Орехо-белково-ореховый корж. Но вы знаете. Я его сушила. Где-то минут 30-150 градусов. И потом убавила 120. И сушила почти 3 часа. Поэтому это очень кропотливый труд. Вы можете этот корж не использовать. А просто вот этот крем и бисквит. И у вас будет торт просто супер. Вот так я взбиваю. Видите. Чтобы масло становилось пышным. Вот так вот будем ее взбивать минут 5. Я взбивала 4 минуты. Посмотрите какое масло стало. Цвет у него стал светлый. Видите какое пышное. И сейчас я буду добавлять. Вот так вот. Скажем по столовой ложке этой массы. И взбивать. Взбивать буквально каждую ложечку. Как перемешать. То есть секунд 20 достаточно. И так каждую ложечку. Каждую ложечку, когда вы добавляли 10 секунд, перебивали. Все. В конце вы буквально взбиваете секунд 20. Почему я так говорю? Чтоб не перебить крем. Вот такой он воздушный. Глянцевый должен быть. Видите. Вот. Смотрите. Посмотрите какая прелесть. А какой он вкусный. Это супер. Все. Крем готов. Дорогие хозяюшки. Второй вид крема. 200 грамм масла. Аналогично 5 минут. Ну 4 минуты взбиваю. И по ложке столовой буду добавлять вареной сгущенки. Масло взбила. Аналогично. Фушистое, светлое. И буду сюда добавлять по столовой ложке сгущенки. И перебивать. Тоже не очень долго. Так вот. Смешайте. Соединили вот так немножко. И добавляйте вторую ложку. Вот так вот. Еще добавляете. Может не пол баночки. Хватит. Я сейчас буду смотреть. 200 грамм масла. У меня пошла баночка сгущенки вареной. Посмотрите какая это красота. Для сладкоежек это просто рай. Какая это вкуснотища. Прелесть. Все. Крема у меня готова. Сейчас буду собирать то. У меня вот такая подложка есть. Я ложу подложку. На нее ставлю вот ту форму, в которой я выпекала. Я беру само кольцо. Вот так ставлю. И у меня есть файл. Вот так вот по краям. Укрываю файл. И буду вниз вложить первый корж. Это бисквитный. Так, мои дорогие. Еще один нюанс. 150 миллилитров воды закипело. Я сюда буду бросать 1, 2, 3 столовые ложки сахара. Вот так вот. Это будет сироп для пропитки. Растворится сейчас сахар. И я добавлю столовую ложку коньяка. Это сироп. Применялся во всех тортах бисквитных в СССР. Это очень пропитка. Самая лучшая, я считаю. Потому что она делает бисквит настолько ароматным. Ну, это просто супер. Поэтому сейчас закипит. Все, закипела водичка. Я добавляю столовую ложку коньяка и даю минутку кипнуть, чтобы выпарился алкоголь. И остался один аромат от коньяка. Все закипело. Убираем. Все. Сейчас я буду это снимать с огня. Сироп для пропитки готов. Разрезала я бисквит. Ой, какой-то... Ой, какая прелесть. Вы не представляете, как он пахнет. Вот эту часть я буду сверху ложить. Почему? Потому что обычно ложат нижнюю часть вот так наверх. Потому что она выравнивать хорошо. Но я ее сделала больше. Потому что буду пропитывать. И сейчас положу ее вниз. Файл вот так вот делаю. И сюда вложу корж. Почему я делаю файл? Потому что, чтобы был он устойчивый. Я потом в холодильник отправлю. Он зафиксируется, крем. И тогда уже я убираю разъемную форму. И убираю файл. И торт ровный становится. Вот так вот. Все. И сейчас я буду пропитывать пропиткой корж. И не важно, что пропитка не остыла. Ничего страшного. Я прям буду пропитывать. Этого сиропа хватило мне пропитать нижний корж. И теперь я буду вложить вот этот крем. Дипломат. Как он называется. И вот так вот буду разравнивать по коржу. Все. Не буду занимать ваше время. Вот. Я положила. Почти половину из этой массы я положила крема. Теперь я буду вложить вот этот слой корж. Который белково-ореховый. Вот так вот туда буду вложить. Я положила сюда корж. Теперь вот этот крем пойдет у меня на этот корж. Также точно я буду его выравнивать. И потом сверху буду вложить бисквитный корж. А этот крем, который у меня остался, я ставлю для выравнивания торта. Вот так я наполнила кремом. И сейчас буду вложить бисквитный корж. Все. И таким образом я ставлю его в холодильнике часа два, чтобы подстыл крем. И потом я уже буду его выравнивать и украшать. Конечно, это очень хлопотный торт. Но я люблю это делать. Поэтому всю жизнь это делаю. А тем более любимому мужу в дню рождения. Вот такой прекрасный торт у меня получился. Конечно, да. Он занял у меня очень много времени. Я подустала за целый день. Но это стоило того. Завтра мы будем пробовать. Я постараюсь видео снять. Как он внутри выглядит. Желаю всем счастья, здоровья, благополучия. И до новых встреч в эфире. Спасибо. Спасибо.